алабай одна из самых древних пород дошедшие до сегодняшнего дня практически в первозданном виде изначально выведенная как пастушья и сторожевая собака алабай по сей день сохранил ярко выраженные инстинкты охранника и бесстрашного защитника огромные размеры уверенность собственных силах проявляющиеся в каждом движении взрослого животного по неволе вызывают уважение всех кто когда-либо встречал среднеазиатскую овчарку но прежде чем вы посмотрите это видео у меня будет к вам небольшая просьба если вам понравится поставьте лайк подпишитесь на канал и оставляйте свои комментарии для вас это не составит труда для меня это будет мотивация делать хороший контент дальше спасибо специалисты считают что возраст породы алабай составляет от 3 до 6 тысяч лет это одна из самых древних собак которые до наших дней сохранили свой первозданный вид подтверждение может служить фигурка найденная при раскопках поселения бронзового века и датируемая примерно двухтысячным годом до нашей эры различия в названиях туркменский алабай казахский волкодав связаны с тем что изначально порода формировалась на довольно обширной территории с географической точки зрения наиболее точным будет уже наименование среднеазиатская овчарка под которым порода и зарегистрирована потомки древних молосов и догообразных алабай изначально выводились для пастушеской и охранной работы кочевые племена нуждались собаки которая обладала бы огромной силой бесстрашием выносливостью и неприхотливостью все эти черты воплотились в исполинском животном за грациозными почти кошачьими движениями и гордым взглядом распространение алабай за пределами средней азии началось приблизительно с 30-х годов прошлого века а профессиональное разведение породы в кинологических клубах стартовало и того позже может быть это и к лучшему человек просто не имел еще достаточно времени чтобы испортить то что заложено в этой удивительной собаки тысячелетним естественным отбором летом 1990 года госагропром туркменской сср утвердил стандарт породы туркменский алабай на территории российской федерации применяется номер 335 опубликовано в январе 1989 года согласно этой классификации породы имеет название среднеазиатская овчарка с тех пор никакие изменения в стандарт не вносились чистокровный туркменский волкодав признан национальным достоянием туркмении и к вывозу из страны запрещен тип выше нервной деятельности алабая можно отнести к уравновешенно спокойному сбалансированность психических процессов проявляется в следующих поведенческих реакциях с и спокойные не подвержены суетливости по сравнению с кобелями психика сук более динамично характера лобая выдержаны горды и независимы собаку отличает уверенность в себе и даже некоторая загадочность по отношению к посторонним животное ведет себя недоверчиво и настороженно в то же время проявляя удивительную чуткость к настроению хозяина образ жизни предков не наложил отпечатка простоты и грубости на поведение алабая этой собаки скорее свойственно серьезные отношения к жизни с налетом легкого высокомерия среднеазиатская овчарка склонна к быстрой социальной адаптации и легко найдет свое место в семье человека отношение лобаев к другим членам стаи можно характеризовать как миролюбивая также спокойно они реагируют на домашних животных живущих с ними под одной крышей очень хорошо относятся азиаты к детям причем разница свой-чужой в этом случае не применяется собакой во внимание настоящая среднеазиатская овчарка будет сдержанно проявлять свое недоверие постороннему человеку волю своим охранным инстинктом она до с лишь в случае явной провокации со стороны чужака активная оборонительная реакция лобаи имеет свои особенности он будет очень ревностно охранять территорию проявляя агрессивность только в случае нарушения установленной им границы на нейтральной полосе пёс будет реагировать на других животных или посторонних людей скорее с высокомерным безразличием алабая обычно спокойно ведут себя во время прогулок не размениваясь на мелочи и не реагируя на заливе столающих мосик хотя крепкий поводок при выгуле собаки в людных местах все же необходим половые различия проявляются не только во внешнем виде собак но и в их поведении кобель атакует чужака при попытке нарушить границу без всякого предупреждения сука нападает в крайнем случае пытаясь решить проблему предупредительным лаем и преграждением дороги если вы хотите иметь в доме надежного охранника и не избалованного друга то алабай лучший выбор владельцы среднеазиатских овчарах должны ясно понимать что дрессировка и правильное воспитание такому сильному животному к тому же проявляющему ярко выраженные защитные реакции необходимы по определению еще один важный принцип систематичность дрессировок они должны проводиться ежедневно и продолжаться не менее 20 30 минут очень хорошо если процесс проходит с участием всех членов семьи хозяина к семимесячному возрасту ваш питомец должен выполнять основные простейшие команды камни сидеть место фу и так далее следует запомнить что алабай достаточно своенравен и вряд ли станет сразу вам повиноваться добиться результата можно только проявив изрядное терпение и найдя способы заинтересовать вашего азиата в процессе обучения не забывайте поощрять большого друга за правильное выполнение команды да и просто за хорошее поведение лакомый кусочек дружеское поглаживание по загривку ласковое доброе слово станут для вашего любимца хорошим стимулом следует с пониманием и терпением относиться к таким чертам характера алабая как желание самостоятельно познать окружающий мир любопытство чрезмерная настойчивость достижений цели которая зачастую известно только ему одному азиат в процессе взросления очень сильно привязывается к своей стаи и к месту проживания что характерно для собак сторожевого типа следует внимательно контролировать поведение овчарки по отношению к посторонним людям в общении же со своими тоже не стоит допускать особой фамильярности пресекаете попытки вашей собаки прыгать лапами на домочадцев пока лоба щенок это еще выглядит забавно а вот устоять на ногах когда свои чувства таким образом начнет проявлять взрослый пес уже проблематично что касается половых различий применительно к процессу дрессировки только бели обучаются намного проще девочки гораздо тоньше и хитрее у них в арсенале значительно больше уловок чтобы не слушаться воспитателя от качества дрессировки щенка алабая зависит очень многое поэтому доверять этот ответственный процесс можно только профессионалом лишь грамотному специалисту под силу сделать неуклюжего плюшевого щенка настоящий сторожевой собакой реализовав главное предназначение среднеазиатской овчарки алабаев нельзя отнести к избалованным породам собак их предки жили в очень непростых условиях и свою неприхотливость передали по наследству сегодняшним азиатам но это совсем не значит что хозяину нет нужды организовывать правильный уход за своим питомцем это крупная собака плохо приспособлена для проживания в городской квартире лучшим вариантом обитания будет на территории вашего загородного домовладения где можно обустроить для содержания пса просторный огороженный вольер с будкой это относится скорее к подросшей собаке а малыша алабая желательно поначалу держать в доме выделив ему место подальше от отопительных приборов и окон щенок должен иметь возможность спокойно отдохнуть уединившись от домашней суеты окрепшего повзрослевшего пса можно переводить на постоянное место жительства вольер если же вы типичный городской житель то помните о необходимости два раза в день выгуливать вашего питомца причем продолжительность каждого мациона должна быть не менее двух часов если в вольере алабай может быть и не на привязи то для прогулок вам обязательно понадобится поводок и намордник необходимо систематически осматривать пасть уши и глаза животного глаза алабая можно промывать ваткой смоченной в крепкой чайной заварке а уж лучше обрабатывать специальными средствами нанесенными на ватный тампон ушные палочки ни в коем случае не применять купают этих собак один раз в месяц или реже после мытья питомца нужно хорошо просушивать уход за шерстью состоит в систематическом вычесывании особенно важно не забывать об этом во время весенней активной линьки алабай и очень любят чистоту поэтому не забывайте хотя бы пару раз в месяц стирать подстилку а вот пылесосить или тщательно вытряхивать ее можно и ежедневно кормление такой крупной собаки имеет свои особенности до двух трети рациона должно составлять мясо оно должно быть нежирным говядина телятина и обязательно свежим если заготовкой свежатина есть проблемы допустимо применение готовых кормов высокого качества на выбор меню влияет размер и образ жизни вашего питомца кормить алабай сухими смесями для маленьких пород собак нельзя соленья сладкое мучные блюда пряности трубчатые кости птицы среднеазиатской овчарки противопоказаны приветствуются в рационе каши лучше гречка рис или овсянка нежирная морская рыба свежие овощи и фрукты яйца кисломолочные продукты с невысоким содержанием жира сбалансированность рациона который должен содержать необходимое количество витаминов и микроэлементов достаточное количество пищи главные правила организации кормления лобая чистая вода должна быть доступна собаке постоянно правильный уход является залогом хорошего состояния вашего питомца будучи потомкам собак которые с незапамятных времен сопровождали племена кочевников средней азии алабай у нас следовали крепкое здоровье и хороший иммунитет к различным заболеваниям но это совсем не означает что ваш любимец абсолютно застрахован от неприятностей со здоровьем часть из них может быть обусловлено генетическими проблемами а некоторые являются следствием неправильного содержания как и у всех крупных собак на первое место выходят заболевания опорно-двигательного аппарата большая масса животного приводит повышенным нагрузкам что сопряжено с высокими рисками возникновения дисплазии тазобедренного и коленного сустава ограничены по времени выгул может спровоцировать ожирение собаки а это обязательно приведет к возникновению различных форм артрита или артроза и ваш великан будет страдать от сильных болей лучше профилактикой в данном случае станет организация сбалансированного питания с высоким содержанием в кормах кальция фосфора магния и других микроэлементов высокая физическая активность нарушение обмена веществ которая может привести к диабету тоже следствие неправильного питания помните еда с вашего стола не подходит собаки соль пряности сладкое в рационе алабая прямой путь к проблемами со здоровьем возможно также аллергические реакции при использовании собачьих кормов поэтому стоит уделить достаточно внимания правильному питанию вашего питомца для борьбы с блохами и клещами наиболее эффективным способом является ношение специального ошейника гораздо сложнее будет вылечить демодикоз который встречается у алабаев достаточно часто это заболевание провоцирует микроскопические клещи она вызывает у собаки покраснение сильный зуд выпадение шерсти средства от этого заболевания токсичны поэтому очень важно рассчитать правильную дозу именно для вашего питомца грамотно это может сделать только ветеринарный врач внимательное отношение к собаке своевременная вакцинация правильное содержание сбалансированное питание главные условия сохранения поддержания хорошего здоровья большого и преданного друга приобретать щенка алабая лучше в питомнике или у заводчиков этой породы это даст вам определенные гарантии частоты породы и здоровья собаки как физического так и психического при выборе малыша специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие моменты возраст щенка лучше брать среднеазиатскую овчарку не менее двух месяцев от роду к этому времени животное уже прошло курс необходимой вакцинации и процедура актирования которая предусмотрена законодательно возраст матери наиболее здоровое потомство получают отцу в возрасте от 2 до 8 лет предыдущие роды должны были пройти не менее года назад количество малышей в помете эксперты утверждают что оптимальное число щенков 6 пол девочки более любознательны и подвижны но не так уверены в своих силах как кобели но если у вас доме есть маленькие дети то предпочтение лучше отдать именно барышни поведение щенка алабай по своей натуре сильное животное собака лидер эти качества должны просматриваться и у малышей уроните на пол книгу или постучите рукой по вольерной сетке точно которого сразу заинтересовали новые звуки точно годится вам в друзья не забывайте оценивать и внешний вид овчарки здоровый малыш активен с аппетитом ест имеет блестящую шерсть и чистую кожу нос влажный уши и глаза чистые под хвостом нет следов расстройства пищеварения маленьких и чрезмерно крупных щенков лучше сразу отбраковывать обратите внимание и на шерсть она у маленького пса плюшевая короткая длинная шерсть говорит о том что кто-то из его предков согрешил с кавказской овчаркой но самое главное перед покупкой щенка вы должны быть точно уверены что вам нужен именно алабай существует ряд объективных и субъективных факторов которые определяют стоимость щенка алабая к ним можно отнести экстерьер специалисты различают отличный хороший простой и совсем простой прямо пропорционально оценки идет ценовая градация признаки племенного брака это в большей мере должно беспокоить тех кто планирует участие в выставках или хочет стать заводчиком пес плембраком для такого применения не подойдет белый алабай будет стоить намного дороже на стоимость может повлиять и то где проживает заводчик статистика говорит о том что в москве и области цены выше чем на периферии вопреки расхожему мнению размер щенка на цену особо не влияет одной природе известно каким именно будет возрослом возрасте ваш питомец среднестатистические цены на маленьких алабаев стартуют от 15 тысяч рублей чаще всего этих собак имеется плембрак щенки простого экстерьера будут стоить в диапазоне 15-20 тысяч за азиата с будущим придется заплатить не менее 30 помните что у щенка должны быть правильно оформлены регистрационные документы без них это только собака похожая на алабая если вы просто любите животных и хотите завести себе преданного друга то это предостережение не для вас конце концов степень любви и привязанности и верности никогда не измерялась наличием той или иной пусть даже самой важной бумаги в 2011 году в нашем доме появился он тот кого будут обожать все без исключения я называю человек собачьей шкуре а мой папа самым лучшим мире псом его зовут лари и он полноправный член нашей семьи я очень советую вам эту породу потому что это настоящий друг надежный охранник верный товарищ и вообще просто плюшевый мишка если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии